Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Главная» начинается. Сегодня у нас в гостях Валерию Реницы, наш ведущий журналист и лидер партии «Антимафия» Серджио Макану. Это так часто происходит, что я думаю, что мы уже постоянные гости ваши. Спасибо. Вы знаете, в природе телевидения и ведущих черные списки продолжаются. Я, например, в каких-то списках тоже состою, чем горжусь, особенно у тех, которые не могут прийти сюда и показать, что Сергей Скрипник плохой ведущий, ничего не знает и не знает, о чем говорит. Я говорю за правые партии. Кроме вашей. Да, я признаюсь, что я правый. Главное, что у нас есть левые. Да. Заметьте, слева от меня и справа от меня. Хотя я, когда смотрю сегодня на этот мир, мне кажется, что произошел полный крах идеологии, доктрин и так далее. То есть сейчас уже очень трудно определить, где правый, где левый. Но я, тем не менее, я всегда, когда начинаю разговор с кем-то, когда люди не знают, я всегда говорю, кто я такой. То есть я идентифицирую себя. Я в это верю. Все, что я говорю, я в это верю. Поэтому приглашаем. Да, спасибо. Как бы ни происходило вокруг, да, то, что случается, то все равно каждый на своей позиции. И ее отстаивает. И вы единственный, кто, ну, по крайней мере, в моем эфире признает, что он правой идеологии, которой следует уже не один год. Валерий у нас левый центрист. Да нет, я просто по убеждению левый, но я не связываю себя с доктринами, просто, наверное, ну, есть часть интеллектуалов, которые просто считают себя левыми, потому что они за слабых. Они всегда выступают в защиту слабых. Ну, я вот от этого отталкиваюсь. Защита немощных, слабых, тех, которые не могут себя защитить. И я думаю, что это, ну, это, в принципе, я не думаю, что только идеал левых. Я думаю, и правых тоже. Но просто так традиционно получилось, что я стал выступать вот с такой позиции, с левой позиции. Поэтому, ну, традиционно придерживаюсь их. Ну, не только защита слабых, но очень много вещей, которые, например, левые исповедуют. Ну, они взяли прямиком из Святых Писаний, я думаю. Ну, так же, как и все остальное, когда было при коммунистах. Так получается. Тогда вопрос. Очень вначале простой. Скажите, досрочные парламентские выборы, которые должны состояться 11 июля, по результатам, выведут ли по результатам Молдову из-под влияния олигархов? Нет, конечно. Нет, конечно. Мы должны понимать, что эти выборы, они не просто так случились. Это продолжение президентских выборов. Это прямое продолжение президентских выборов. Они исходят из президентских выборов. А на президентские выборы состоялись соглашения между людьми, которые участвовали. Я попытался, я как лидер партии, который хочу участвовать в этой гонке, я не могу найти пока себе место в этой предвыборной кампании. И если не найду место, то тогда мы не будем участвовать. Но я пытаюсь найти место в этой предвыборной кампании. Я только боюсь вот этого цирка, который будет. И, по-моему, в этой кампании будут выступать одни клоуны. Я не хочу оказаться на этой стороне из того, что я вижу. И я попытался на прошлой неделе сорвать одно соглашение. Потому что, когда Майя Санду оказалась во втором туре с Дадоном, понятно было, что без соглашения с Усатым она не сможет выиграть эту президентскую гонку. И так случилось, что это соглашение состоялось. К сожалению, оно состоялось при содействии некоторых наших западных партнеров. И вследствие этого происходит сейчас парламентские выборы. В следствии этого соглашения Усатый должен стать премьер-министром после этих выборов. И мне это не нравится. Я пытаюсь... То есть для меня сегодня не важно, что партию, лидером которой я являюсь, будет участвовать в выборы или не будет участвовать. Для меня важнее сегодня сорвать вот это соглашение. Потому что это соглашение очень пагубно для этой республики. После Воронина, после Плохотнюка, после Дадона нам еще Усатого не хватает. На нашу голову, при нашей ситуации. А когда я говорю о Усатом, я говорю о человеке, который имеет профиль человека из преступного мира. Я не говорю, что он преступник. Я это и не могу доказать. Хотя он сам признавался, когда он давал взятки фарлату, что он хотел в выгоду каких-то российских компаний приватизировать железную дорогу и так далее. Это он сам говорил. И это далеко за пределами наших законов. Но когда я как гражданин республики Молдова, который занимаюсь публичной деятельностью и политикой столько лет, я вижу свою роль сорвать это соглашение. Я обратился к правам на прошлой неделе и сказал, можно ради того, чтобы Усатый не стал премьер-министром, ради того, чтобы с нашими внешними друзьями премьер наш не говорил в сленге «Базар Апофени», извините за это выражение. Ради этого стоит, чтобы партия Майя Санду была вынуждена уйти от этого соглашения и прийти на стол переговоров с этими правыми партиями, для того, чтобы убедить их в неучастии в этих выборах, а убедить их можно только, если она, Майя Санду, предложит этим партиям какие-то правительства с обозначением целей и задач, которые стоят перед этим правительством. Я обозначил несколько задач и могу их сказать, эти задачи. И если партия Майя Санду пойдет на это и поставит так вопрос и согласует это с правами, то тогда, может быть, я думаю, что можно, чтобы, может быть, она сможет выиграть эти выборы, но по соглашению с этими партиями. Иначе, иначе, если это не случится, то будущий премьер-министр будет Усатый. И не обязательно будет Усатый премьер-министром от правительства из этого соглашения с Майя Санду. Усатый сможет играть, как Плохотнюк когда-то. Либо с Додоновым и Воронином, чтобы создать правительство, либо с Майя Санду. На его выгодных условиях, извините. Я думаю, что вот этот период для меня, как для журналиста, он очень благоприятен для того, чтобы довести мою идею, которую я все время пытаюсь объяснить моим читателям, что идет борьба за власть. И она иногда, редко, правда, совпадают интересы политического класса, иногда, но редко совпадает с интересами определенных категорий граждан, для которых политики что-то обещают. Но, в принципе, нужно понять, и, наверное, это и означает, что люди взрослеют политически, когда они понимают, что редко, когда их интересы совпадают с интересами политического класса. Потому что там есть определенные партии, определенные люди. Я не говорю о молодых партиях, как, например, у Сергея. Они, так сказать, в своей борьбе, они еще отталкиваются от интересов большинства. Потому что такова природа молодой партии, она должна прийти еще туда, наверх. Но вот те, которые уже, так сказать, хватает уже, как сказать, Бога за... – За мантию. – Да, за мантию, то они уже не представляют интересы большинства. Они борются за что-то свое. Но, как я уже говорил, иногда это совпадает с интересами большинства. Поэтому я в последнее время высмеиваю вот эту влюбчивость очень многих в этот новый политический персонаж по имени Майя Санду. Я вижу очень много людей, которые не хотят знать о никаких доводах. И не о том, что она иногда ошибается, и ошибается по-крупному. И не думают о том, что она, в общем-то, вводима извне. Даже когда им представляешь такие вещи, как, например, финансирование президентуры какого-то немецкого фонда, они просто не верят. Вот документ, они говорят, нет, 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 это вы придумали. Она вот такая святая, она за нас, пожалуйста, не мешайте ей работать. Поэтому я думаю, что вот такую влюбчивость нужно высмеивать. Ну, конечно, с доводами. Ну, вот примерно этим я занимаюсь. Всё-таки вопрос. Нет, ну, я скажу сейчас. Дело в том, что я... У меня были тоже такие заблуждения, как у вас. Знаете, какие в чём заблуждения? У меня были очень много заблуждений. Вот я помню себя в период, когда я доказывал, что Филат вор. А я как думал? Я думал, я докажу людям, что Филат вор, и они сразу это поймут, станут в мою сторону, и будем воевать вместе против Филата. Нет, журналисты, где я это говорил, пытались понять, сколько у него денег, чтобы пойти продаться ему, если он вор. А остальные люди всё равно себя отождествовали с этим персонажем. Ведь все знали, что он приватизировал этот Иптех когда-то. Все ему даже это простили. Я почему говорю о заблуждениях? Потому что все доводы, которые вы говорите против Майи Санду, они как раз и не играют против неё. В пользу. В пользу её играют, конечно. Так, как молдаване не будет голосовать за человека, который имеет связи где-то? И она, не она это всё делает, а кто-то, значит, кто-то нами интересуется, значит, кто-то над нами наблюдает, кто-то нам помогает, и она принесёт деньги. То есть рабство глубоко у нас. Да, конечно, да, конечно, да, конечно, рабство, оно глубоко засело. То есть она принесёт деньги, так как вы говорите, что она так правильно, вы играете на её сторону, потому что вы когда говорите это, говорит, так правильно, Майя Санду же нам принесёт деньги оттуда. Она же не зря там... Но они предпочитают, почему-то замалчивают это. То есть они понимают, что это так, но они не хотят, чтобы это прилюдно говорилось. И это одно, то, что вы говорите. А с другой стороны, мне кажется, самый серьёзный агент влияния для того, чтобы Майя Санду... У неё был большой рейтинг, это Дадон. Майя Санду, у неё просто счастье в жизни, что она встретила Дадон. Потому что правильно, что делает Дадон... Правильно сделали левый, что выдвинули как бы вперёд Воронина? Правильно сделали для Майя Санду. Потому что Воронин тоже самый. Сейчас я скажу. Дело в том, что... Вы, наверное, я сейчас немножко отойду. Не отойду от этой темы. Просто скажу одну вещь. Вы, наверное, наблюдали, я с ужасом наблюдал эти дни, что сделал Лукашенко вот с этим самолётом. Вы просто... То есть я человек как бы близок к авиации, я пилот. И я вам... То есть я не той авиации пилот, я общий авиации пилот, но просто это знаю. То есть человек повёл себя неадекватно. Неадекватно. Это же не первый случай в мировой практике, когда садят самолёты. Да, но поднять самолёт на перехват. То есть не просто они сказали, что там терроризм, акт какой-то и так далее. Но они подняли военный самолёт МиГ-29, вооружённый, на перехват этого самолёта, и примудили его посадить самолёт в Минске. То есть чтобы забрать с борта самолёта того человека, который является оппонентом Лукашенко и так далее. Вот это всё. И меня бы меньше интересовало это, что сейчас будут страдать белорусы, что закрыли небо над Белоруссией, что они будут терять каждый день миллионы и так далее, потому что все платят, которые летают над страной и так далее. Я не говорю о том, что придут другие санкции и так далее. Я говорю о том, что лидер партии Дадон, который сегодня с Воронином, для того, чтобы выиграть выборы, чтобы у него было очень много голосов, он считает фактором для него, и, наверное, это и так и есть, он считает, что для него это сыграет в его пользу в предвыборной кампании, и за него многие люди будут голосовать из-за того, что он встретился с Лукашенко. Вы представляете, в какой мы стране живём? Не, ну, может, ядро электората так и воспринимает. Потому что ядро... Я говорю, значит, у нас большая проблема не только в политиках, а в том, что людям говорят, что люди понимают. Для меня, вот когда вышел, Воронин был здесь, и он говорил, я его назвали или обозвались сегодня человеком века, наверное, какая-то публикация, да, наверное, не имели в виду то, что он почти век был прожил, и, наверное, не это имели в виду. Но дело в том, что я не знаю, то есть эти люди выходят, и то, что они говорят, это всё в пользу Майя Санду. Потому что так обозлённо говорить на всё. Говорить по телевизору, что наша проблема в том, что от нас хотят увозить сумками чернозём. Как на нас смотрит мир в этом случае? Потому что люди живут плохо не от того, что у них увозят в чернозём. И это все знают. И, конечно, когда они так неадекватны, конечно, люди будут искать другого, альтернативу. В этом вся проблема. И поэтому политики безнаказанно творят то, что творит сейчас Майя Санду. Я не сторонник, вы знаете, я правый, но я не сторонник Майя Санду. Но ей сегодня дали кредит доверия такой, и с помощью Додона и Воронина сейчас дали такой большой кредит доверия. И люди, наверное, не то что, наверное, 100% не понимают, что этот кредит доверия данной Майя Санду – это то же самое, как они деньги брали в кредит из Банка де экономии и украли миллиарды. Так и эти крадуты в политическом плане. Давайте я возвращусь к началу. Я задал вопрос, освободится ли Молдова от влияния и контроля олигархами. Я начал говорить о том, что идет борьба за власть, и неважно, вот эти финансово-политические группировки, как они финансируются в этой борьбе за власть. Финансируются они большими богатыми людьми, то есть олигархами, которые пытаются контролировать власть. Или финансируются из-за рубежа разными. Вот сейчас, кстати, очень такая именно компания ПАС, и раньше компания Майя Санду, она чем отличается от других компаний, что они смогли взять в такое незаметное или темное финансирование через неправительственные организации. То есть там сотни, сотни, даже тысячи ручейков, которые, это гранты, которые якобы используются в определенных целях, и они используются, но часть из них через людей, которые получают эти деньги, используются именно для компаний. Для пиар-компаний, для избирательной компании. Это новая технология, в принципе. Она, конечно, была использована и в Грузии, и в Украине. Но, тем не менее, вот ее, так сказать, так просто с ней бороться нельзя, потому что, в принципе, очень трудно доказать, что человек, который по закону получает в какой-то НГО деньги из-за границы, они делают какую-то определенную работу, эта работа более-менее видна, но вместе с тем они могут параллельно за эти же какие-то дополнительные или предвиденные деньги в темную делать работу на избирательную компанию ПАС или, как раньше было, Майосанду. Можно так. Раньше более грубо, как финансировалась демократическая партия олигархом Плохотнюк или другими... Кстати, об этом. Я уверен, что деньги, которые приходят в Республику Молдова грантами и так далее, я уверен, что они тратятся нами, молдаванами, я знаю, этими группировками и так далее, не в тех целях, которые они заявляют. Я уверен, в этом я знаю, как это было при Филате и так далее, и ничего за это им не было. Этот феномен есть. Но и к тому, что спросил Сергей, и к тому, что происходит здесь, дело в том, что если они берут эти деньги с Запада, это не означает, что они не берут у этих мафиози тоже. То есть они эти деньги, для них это является только прикрытием. И они и пускают этот сушок, да нас финансируют американцы, да нас финансируют европейцы и так далее. А основные доходы приходят тоже от местной мафии. В этом проблема. Основные деньги... То есть это очень хорошее прикрытие. Что вы не знаете, что в городе... И это даже в похвалу, то есть шепчется, да моя санду, человек американцев, да вы что там... И это неправда. А что вы шепотом говорите? Почему вы шепотом говорите? Да потому что они... Я кривляюсь. Они шепотом говорят, моя санду. И это говорят люди Додона, это говорит ЦИРД, это говорят это все. Майя санду там, американцы там, газдеп это все делают и так далее. А все происходит на местном уровне. Все происходит на местном уровне. Вы что-то... Вы что-то слышали? На местном уровне Майя санду перед первым этапом президентских выборов, да, первым раундом, заявляла, что денег нет и просила людей помогать ПАСС деньгами. Ну это тоже... А не только это, это тоже прикрытие. Это прикрытие. А вы что-то в это... Дымовая завеса. А вы в этой предвыборной кампании, когда Майя санду стала президентом, ее не такой кредит, доверие. Молдаване ее любят просто. Я видел по соцсетям, как эти тети чуть ли не пыль сдувают с нее и так далее. Вы слышали что-нибудь о том, что в партии Майя санду есть какие-то фильтры? Их очень интересовали фильтры в прошлой предвыборной кампании. Они выступали как чистейшая партия. У нас фильтры стоят везде. У нас не пройдут никакие. Они слышали что-нибудь про фильтры сейчас. Им не нужны фильтры сейчас, потому что Майя санду так любят, что людей уже не интересует... Они стали все хорошими людьми. Я вам скажу, что уже вокруг этой партии уже собираются очень темные интересы из сельского хозяйства. В смысле люди? В смысле люди? Да, конечно. И они местные. То есть я о чем говорю? О том, что вокруг Майя санду уже собирается, извините за выражение, кодла такая же, как была при Филате. И к этому все способствует. Конечно, я сейчас... К этому все способствует. Во-первых, сейчас до Дони Воронин. Потому что это неестественная их связь. И то, что они делают, это все играет... Это как ветер, сильный ветер паруса Усатого и Майя санду. А Усатый – это не что-то другое. Усатый, за ним стоят интересы из внешней страны нашей. И как он здесь... Это была игра на четыре руки, как Усатого сделали молдавским героем. И он до сих пор, он до сих пор, я очень уверен, что у него будет, если Майя санду не одумается, если правые не одумаются, если унионисты не одумаются и не спросят с нее, то тогда... Мне кажется, потому что я послал, я прислал письма каждым из них, в которых описал все, что я думаю. Ну, а разве можно уже... Сергей, извини, можно уже... Можно сейчас разве что-то повернуть назад. Я видел уже целый троллейбус в Бельцах, наполненный послами ЕС, которые делают прямой выгодный пиар. То есть, как бы игра уже запущена. Шоссеев? Да, это есть, это есть, да, это есть, но я не могу не надеяться на то, что это все модно повернуть спять, потому что технически это возможно. Нет, технически, да, но воля должна исходить от президента. Я понимаю, да. То есть, я с ужасом говорю, спасибо еще раз, что вы меня пригласили, что усатый может стать премьер-министром. Может стать премьер-министром. И я, когда думаю об этом, я знаю, что есть многие люди, которые просто уйдут, опять возьмут багаж и уйдут, потому что есть много еще людей в стране, которым они уйдут и не будут признаваться, что они выходцы из республики Молдова. Когда премьер-министр будет говорить, я вам говорил, каким сленгом. Это просто страшно об этом подумать. А в этом все делают. И Додон Воронец, то есть, с другой стороны, и Майя Сандо, с другой стороны, делают все для этого. Майя Сандо по соглашению, а эти по глупости. Или по, я не знаю. На что еще можно надеяться? Мы как бы персонализируем, и это естественно, потому что парты и сами выдвигают каких-то символов впереди, то есть, людей, говорящие головы. Но на самом деле, я думаю, что на уровне, скажем, тех, которые формируют эти в определенных группах или в определенных категориях формируют мнения политические, я думаю, что эти люди, они оперируют не столько или не только политиками, главными лидерами, а просто символами. Люди же голосуют не столько за Воронина, или за Додона, или за Майя Сандо, или за Ринато, а за какие-то символы, которые стоят за ними, за какие-то вещи. Ну, например, одни за НАТО, другие против, одни за Восток, другие за Европу и так далее. Ну, есть некоторые такие вещи, которые, в принципе, и разделяют, к сожалению, у нас общество, наверное, не только наше, мы, наверное, перестали бояться этого, потому что это естественно, что есть прошлое, с которым мы связаны, есть будущее, есть настоящее. Мне кажется, что... И люди, как бы, я так думаю, что, ну, голосуют они за Майя Сандо, но, в принципе, как бы голосуют за Европу, голосуют за Воронину, голосуют против НАТО, голосуют за Россию и так далее. То есть, независимо, может быть, от того, что они делают и говорят. Хотя, я согласен, что именно в избирательной кампании очень многое зависит от того, что говорят эти лидеры, как себя ведут, куда они себя направляют. Кстати, я забыл, вот, говоря о влиянии извне, извне, уже я вижу, что ЕС перешло на подачки. Придумали какие-то пакеты, вот сейчас антиковид, 2000 пакетов, начинают распространять такие, так называемые, антигигиенические пакеты. Я хотел сказать, к тому, что вы сказали. Мне кажется, что... Это должны, конечно, социологи заниматься этим, но мне кажется, что есть и наше поколение, то есть, старшее поколение, да, которые знают, понимают, о чём говорит Воронин, когда он рассказывает про то, что придут танки натовские и так далее. Есть другая часть, которые помнят и знают, что такое, когда говорят правы о том, что Россия придёт со своими. То есть, есть... Но этих людей становится всё меньше и меньше. А большая часть молдовского общества уже ничего не знает про это. То есть, когда Воронин выходит, он неадекватно себя ведёт. Когда он выходит и выступает по телевизору и рассказывает о том, что мы не отдадим страну натовским войскам и так далее, я вас уверяю, что молодое поколение, которым меньше 40, они вообще не понимают, о чём идёт речь. Они не живут этими страхами. Мы живём в другом мире уже. А эта прослойка, которая вот людей старшего возраста, который живёт на баррикадах, она становится всё меньше и меньше, и меньше, и меньше. И если вы посмотрите, то сколько выходит на выборы? Почти 50%, да? Немножко больше. В прошлый раз, да. Да, 50%. То есть, 50% людей и не знают, и не понимают. И не хотят. И не хотят уже слышать всё то, что говорят эти по телевизору. Я вам говорю, что на нас смотрят. Я почему говорю о том, что я не знаю, если буду участвовать в этой предвыборной кампании, потому что извне люди на нас смотрят и видят нас, политиков, на одно лицо всех. Вы думаете, они очень отличают Майю Санду от Додона? Даже в лицо. Потому что эти люди, эти люди сами у себя украли миллиард. Никаких выводов не сделали из этого. Потом, уже какой год, то есть, общество не осудило, вы посмотрите, эти партии, кто осудил, кто осудил действия этих людей, которые украли и так далее. Вы видели людей, которые уходят с гражданского общества, становятся лидерами партии? Я когда вижу, есть один персонаж, я скажу прямо, потому что я не... Есть один персонаж, Виорел Чоботарь. Так, он был аналитиком, он ушёл и стал лидером партии, партии Филата, да? Партия Филата после Филата осталась с большим бюджетом, хорошим бюджетом было. Они сидели там очень хорошо, так понял, что Плохотнюк даже заинтересовался, как они делают эти деньги, которые приходят из бюджета. И он уже в студиях говорит, как независимый уже, он вернулся в деталей лейтенанта Шмидта. Он уже вернулся, ему оттуда его выгнали с этой партии, и вот они ходят, то ли в партии, то вернутся. И эти люди говорят этим людям эту чушь уже сколько лет. Есть экранов телевизора, это звучит постоянно, вот это. Я вам говорю, люди, скажем, младшего возраста, им в школу не говорили, потому что учителя давно ушли, работают в Италии на других работах. Мы выросли целые поколения, которые смотрят на этих в телевизор, на нас. Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Это так, то есть менять риторику нужно было давно, но понимаете, те, которые меняют риторику, Сергей, не в укор тебе будет сказано, вот ты, есть люди, скажем, с других молодых партий, их же не пускают, чтобы они меняли это. И не пускают, скажем, не столько, ну, может быть, вы, как говорит Сергей, и являетесь, то есть, и состоите в каких-то черных списках, я согласен. Но когда этот список приходит к нормальному журналисту, разве он настолько должен быть глупым, что должен подчиниться этому списку? То есть можно как бы через раз хотя бы смотреть на этот список или не смотреть. Вот он был в черном списке. Ну, вы знаете. Когда я работал в одной организации, то он был в этом черном списке. Я его раза два все-таки он пробился в эфир, а потом поставили на него крест, потом и я ушел. Но все-таки, знаете, хоть какая-то борьба должна быть, но оказывается, у нас эти структуры печати, они получаются, что не лучше партии. Так у нас это есть. Я об этом и говорю, что... Я просто хочу закончить. Чтобы поменять риторику, то есть мы должны как бы поменять нашу печать, нашу прессу. Так выходит. А на что жить будут журналисты? На деньги мафии будут жить дальше, потому что не только при Плохотнюке. Если при Плохотнюке было собрано вокруг него вот этот холдинг-медиа, то сейчас эти медийные... Они продаются уже поштучно, продаются уже полицейским, прокурором и так далее. И создают целые компании для этого. Но понимаете, дело в том, что вот мне в упрек ставят того, а что ты выступаешь, если все равно ты ничего не можешь менять. То есть ты должен как-то этих людей обмануть, ты должен как-то вот вилять и вот так. Я говорю, может быть, да, но я уже буду другим после этого. То есть если я это сделаю, я не могу это сделать и на второй день быть тем же, который я был до этого. То есть я стану таким же. Я стану таким же, если я буду ходить и договариваться с этими людьми. Вот эта старая риторика, извини, она спокойно воспроизводится. Смотри, новая партия тоже, скажем, молодая, Пасе, Кавкалюк. Вот недоразумение, но скажем так, вот ты говоришь правильно, а он мажет головы зеленкой. Я вам скажу хорошо. Лоб. Да. Он не только это делает. А, себе ты имел в виду. В этой кампании, в этой предвыборной кампании будет спойлеров больше, чем в других кампаниях. То есть, чтобы люди поняли, о чем мы говорим. То есть это партии, которые выпускаются, как злые собаки против кого-то. И они имеют свою роль. Либо они потом уйдут, либо возьмут очень мало и так далее. Это сто процентов. Но, кстати, об этом персонаже, Кавкалюке. Это идеальный раб. Он был полицейским и так далее. Вот что он делает сегодня, не только он, а другие партии, которые будут выступать сегодня, они выполняют парадигму Плахотнюка. Наверное, это было гениально сказано им, этим мафиози, когда он сказал, проблема не в том, что черт черный. Проблема в том, что ангелы не очень белые. И вот в этой предвыборной кампании они этим и будут заниматься. Они докажут, что те, которые заявили о себе, что они ангелы, они не очень белые, так как они говорят о себе. И проблема этих ангелов, которые считают себя белыми, но у них есть... Потому что это не проблема остальных мафиози и так далее, которые обитают сейчас в партии Дадона, в партии Усатого. Это не их проблема. Потому что люди уже их восприняли так, что в этом цвете восприняли и так далее. И они живут в стране, в которой невозможно скомпрометироваться. То есть мы живем в стране, в которой невозможно скомпрометироваться. Что бы ты ни сделал. Для своего электоракта. Ну, партия Шора – это, скажем, абсолютный козырь в этом смысле. Абсолютно. Вот как? Ведь это не ангел, да? Далеко не ангел. Совершенно не ангел. И смотрите, у него есть свой электорат. Хорошо, этот электорат стоит намного больше, чем другой электорат, потому что любой электорат, вы знаете, стоит. То есть за каждый голос идет специальная... А кто это сделал? Разве не с экранов телевизоров? Я всегда против этого выступал. Я не знаю, как участвовать при выборной кампании. Вы помните парадигму вот эту, когда говорили людям, и все при чем говорили, я не могу с этим бороться, говорили, граждане, молодые, берите у всех, а голосуйте правильно. Как это говорить такое с экранов телевизоров? Кто говорят? Журналисты. Журналисты так говорили. И сейчас говорят. Вот эту парадигму людям 30 лет в голову вдалбывали. Все это говорили. И при чем это говорили, как и все смеялись. Это правильно. Берите у всех, но голосуйте правильно. К сердцу молдаванина это хорошо. Это хорошо. И мы пришли к тому. Люди это услышали, поверили им в этом. И они у всех берут и голосуют, как они думают. Их так, им с экрана телевизора 30 лет говорили. Я говорю, а когда меня услышат, когда я им говорю, да не берите вы ничего с рук этих людей. Не берите с рук сильных мира сего, говорили им. То есть им можно, не берите ничего. А наши люди еще и со совестью, у кого брали, за того голосуют. То есть люди пожилого возраста так и не могут. Они такие есть. А им сказали, берите. Им всегда это говорили. То есть у нас, у нас это, мы пришли к этому, мы не просто, то, что у нас происходит. Вот эта предвыборная кампания, это не авария. Это с нами сейчас не происходит, что вот у нас что-то случится страшное. Мы к этому пришли. И этих людей с экранов телевизора готовили к этому. Ну просто люди, Сергию, люди никогда не согласятся с тем, что они сами виноваты в том, что и кого они выбирают. Они никогда не будут в этом согласны. Я понимаю, что это является. Я понимаю. Они проголосуют, на второй день уже поймут, что они не сделали неправильно и скажут, а нас обманули, мы же такие наивные, мы же такие добрые и наивные. Так всегда говорят. Ну так всегда говорят. Сколько бы у нас не было, ты свидетель этому, Сергей, правильно? Ты свидетель не один год. Вот как посыпают голову наши избиратели пеплом потом. Но это неправильная политика. Я скажу почему. Потому что стране нужны лидеры. Не авторитарные, не тоталитарные, но стране нужны лидеры. Когда сегодня мне говорят, а ты должен узнать мнение людей, и вот ты должен под это мнение пойти и так далее. Маркетинг. Да. Я говорю, это же неправильно. Я помню себя в своей жизни, я был лидером в своем классе, в школе, в институте, и люди шли за мной. Меня так учили, что я должен людей брать за собой и так далее. А у нас же людей до сих пор... Я слышал одного политика. Он выходит по телевизору и говорит такое. И причем... Сейчас скажу, о ком идет речь. Человек выходит и говорит, ну, надо же понравиться людям, говорит. У нас люди такие умные, у нас люди такие способные, они все правильно понимают. У нас есть только один процент дебилов, он говорит, которые стали политиками. А остальные люди все... Он, будучи политиком. Да, конечно. Он один из лидеров этой партии. Тоже спорил. А может, он медик. Да. То есть, и он это рассказывает, по-серьезному говорит. Вот только вот у нас вот так случилось, что все люди... А пришло время, мы не выйдем из этого болота. Если мы не скажем, как доктор человеку... Мы найдем... Я свою роль вяжу в этом. Я говорю то, что я думаю. Я в это верю. Я правду говорю. И за мной, может быть, пойдут люди, которые понимают, что надо найти людей, которые захотят стать лидерами и поведут этих людей с собой. Иначе другого выхода нет. Сергей, самое удивительное в этом, что Валерий схож с тобой. Что ему тоже указываешь, что нужно делать. Не, ну вы понимаете, я... Но он не лидер партии. Пусть не по беду будет людям, которые страдают болезнью, о которой я сейчас говорю. то есть наши политики дают людям, извините, если это... То есть людям, скажем, больными с сахарным диабетом, они их кормят конфетами. И они добрые, а я плохой, потому что я говорю, не надо это кушать. Не надо вам сладкое, вам надо горькое, вам надо сидеть на диете этих политиков. Они идут и это говорят. И вот сейчас это все произойдет. Вы же знаете, с чем мы сейчас боремся? С тем, что люди так... Вы, наверное, слышите, меня упрекают, когда я публично выступаю где-то, и людям есть, что мне упрекнуть. Они говорят, вы... вы... вы не то, что вы... вы плюете на народ. Миллион человек проголосовали за Майю Санду. И когда вы что-то говорите против Майю Санду, вы... вы на нас плюете, на этот народ. Да, я это слышал ни разу. На миллион людей, которые за нее голосовали. Это... Давайте уточним. Вот если воспринимать это, то как это? Что у них в голове? Просто я хотел сказать, что 200 лет назад, примерно 200 лет назад, Швейцария, к которому мы стремимся с самого начала. Вы что? Да, да, да. Она жила примерно как нас. Грязь, бездорожье, бедность и так далее. И что они сделали? Оказывается, очень просто. Они просто продиагнозировали в какой-то момент, что они создали правила, как выходить из этого. И что главное, они эти правила соблюдали. Валерия, видишь... Заметь, страна не имеющая никаких ресурсов. Как и у нас. А когда они стали выходить, у них были какие-то карьеры, какие-то несчастные ископаемые. Скажи мне, пожалуйста, скажи мне, пожалуйста, вот сейчас, сколько процентов я наберу, если я выйду с программы вот в предвыборные, скажу, люди, нам нужен аудит страны. Аудит людских ресурсов, экономических ресурсов и так далее. Нам нужен, во-первых, нам нужен аудит. Нам надо понимать, я когда слышу, все говорят, то есть, нам надо понимать, что мы не можем сегодня содержать столько местной администрации. Абсолютно. Мы не можем, мы должны, то есть, мы не можем, мы не можем дальше так жить, тратить столько, мы не зарабатываем и так далее. Вы сколько думаете, что я наберу? Ничего не наберу. А я это и говорю. У меня есть шанс, вы говорили, что у меня молодая партия, и у меня есть шанс постареть молодым. И никогда, и никогда не попасть ни в парламент, ни в бед, потому что люди все равно будут ждать, чтобы я их кормил сладостями. Как подающий надежды поведет все время. Да, как подающий надежды. Послушайте, когда последний раз была перепись населения, и почему мы ждали пять лет, какие-то наметки приблизительные. Вот поэтому ваша партия, ваша партия не сможет набрать определенный процент. Почему? Даже не указанное вами. Здесь есть факт. Вы сказали, как содержать бюрократическую систему в Молдове. Это нужно знать, сколько душ населения они обслуживают. Правильно? Ну, правильно. Перепись покажут. Но данные переписи я на сегодняшний день, лично я, не верю. Это, наверное, был в 2000, если я не ошибаюсь, то ли в 2012, то ли в 2013. Когда они взяли деньги на перепись населения, 8 миллионов взяли. И прокушали, да? Прокушали. Люди Филата. Филат и все остальные. Прокушали? Нет. Люди, которые дали эти деньги на... Это такой стыд. Они нашли мешки. Сергей, подожди. Сегодня, когда я был на мойке с машины, я поставил рекорд того, что я видел. 4 Майбаха. Это так. Кто отмывает деньги, кто Майбах. Майбах? Ну, вы же знаете, это класса, как у господина Путина, его Аурус. От 100 тысяч. Какой 100 тысяч? 200. Ой. Да, Майбаха где-то 400-500 тысяч. Да, но 4, я столько не видел в жизни в Германии. В Франкфурте. В столице, в финансовой столице Германии. Уйдем на рекламную паузу, затем продолжим нашу беседу, потому что есть тоже интересный вопрос. Рекламная пауза. Продолжаем нашу интересную беседу в программе «Главное». Напоминаю, кто не смотрел первую часть нашей программы, в гостях у нас лидер партии «Антимафия» Сержио Макану и также известный журналист Валерий Реницик. А, еще и писатель. Ой, бог ты мой, здесь можно было. Прочитаемый писатель. Вот. Продолжая эту тему о молодых партиях, то, что мы говорили. Вот скажите, на арене политической... Присторет в глубокой оппозиции. Глубочайшая. Но это звучит не очень. Глубочайшая, да. Да. Вот появление такой партии, как Гражданский Конгресс. Производит фурор. Даже некоторые уважаемые... Так мы же про нее и говорили до сих пор. Да не, про нее... говорили, когда я рассказал про одного процента дебила в Ястаме. Вот. Значит, правильно я возвращался. Да, да, правильно. Правильно. Которая произвела фурор в некоторых журналистских кругах, при котором уважаемые аналитики, к которым прислушиваются, оценили возможность схождения в парламент. И самое интересное, что это были... Как это? Будем называть их правые аналитики. Что произошло такого? То они его грузили в партию, то началось что-то... Не, ну вы правильно заметили, что если произошел фурор, то в каких-то журналистских кругах там может быть кто-то из лидеров начал более часто раздавать интервью нашим. Просто я сейчас подбираю слова и наверное даже подход к этим людям, потому что они просто мне очень хорошо известны. Их тоже хорошо известны. и Сергей мы когда-то работали, но не в партии, а в другом месте. Мы знаем потенциал этих людей. Я хочу сказать, что люди, которые сейчас возглавляют гражданский конгресс, они некоторые связаны с наукой, другие как бы очень много читают. Они очень хороши вот при формулировке тех например даже идей, течений, феноменов и явлений, которые происходят у нас. То есть они могут вам разобрать обстановку, сказать, что происходит, но дело в том, как в том анекдоте. Вы не говорите, что на самом деле вот у нас получилось в обществе, а о том, что происходит, я сам могу рассказать. Вот они очень хорошо и умело могут рассказать, что якобы происходит в нашем обществе. Но политика это же другое дело. Политики связываются с деньгами, с прямой борьбой за власть, то есть они наполнены как бы волей, цинизмом и просто ищут вот свои места там в парламенте, в правительстве, создают эти структуры и все делают на благо. Пока гражданский конгресс занимается вот пропагандой своих, своей партии, да, я так понимаю. То, что они говорят, что у них есть якобы решение наших проблем, то не то, что я не вижу какие-то действительно реальные решения, но даже они, к сожалению, лишены даже оригинальности, местами. Может быть, местами. Если, например, мы будем говорить, в конце концов, я понял, что у них появился лидер, потому что лидера не было, у них было какое-то коллективное правление. Вот вышел Марк, я совсем уважением отношусь к этому человеку, который очень много помогал в свое время Воронину, но как бы сказать никого не обидев, да, наверное, не получится, но он очень впечатляет, как человек, который может хорошо изъясниться и которому как человеку из научного мира понятно и может объяснить очень много явлений в нашем обществе. И может об этом очень хорошо и интересно рассказать, но политика это же немножко другое, это же человек, который может что-то построить реально, может быть, он может быть не таким умным, может быть хитрым, наоборот, может повести за собой людей, это очень важно, да, очень важно уметь повести за собой людей. Когда они были вместе с Воронином, потому что там есть очень много людей, которые окружали Воронина, потом были вынуждены уйти от него, то может быть им казалось, что они, за ними идут люди, на самом деле люди шли как оказалось за Воронином, другое дело, что случилось потом с Воронином, тем стали и они, Воронин, другое дело. Почему-то они после ухода из окружения Воронина сказали, заявили прямо, что они уходят вообще из политики, потому что не видят себя больше в политике, потому что вообще политика это другое, и в Молдове вообще нету политики. Марк это очень долго и систематично заявлял. Я так понимаю, что тебе не очень нравится то, что я говорю, но я закончу. Сергей. Чтобы закончить одним предложением, скажу так, что пока и партия, и люди, которые возглавляют эту партию, очень далеки от реальной политики. Они очень интересны, порой оригинальны, они дают очень удачные интервью. Чтобы объяснить, знаете, как у нас говорят, иногда я перейду в другое любимое мое мое любимое область футбол, вот иногда футболист говорит, знаешь, он все умеет и головой играть, и бег у него отличный, и рывок с места, и ножницы через себя, это самое, ну вообще отлично, только футбол не умеет играть. И голый не забывает. Ну то есть нету понятия у человека футбола, да, хотя он отлично и может играть даже в какой-то суперкоманде, но вот специалист скажет, что, понимаете, он не футболист. Вот так и с гражданским конгрессом. Со всем уважением еще раз подчеркиваю, знаю этих людей, и как Сергей тоже знает, я отношусь с ними даже могу сказать с нежностью отношусь. Но что они там потеряли в политике, я пока не знаю, не понимаю. Если они докажут обратное, то я буду просто аплодировать я скажу свое мнение, я к ним не отношусь и никак не отношусь. И как бы я отдален от этого, я больше говорю о правах, потому что меня это интересует, я за левых не голосую, и они меня интересуют только в том смысле, когда я вижу, что люди идут за этими людьми. Дело в том, что у нас, когда мы говорим о левых республике Молдова, ситуация смешная. Я вам скажу почему. Потому что надо, наверное, обозначить тогда, когда говоришь о левых, надо обозначить, какой он левый. Европейского толка, потому что левый европейского толка, это совсем другое, чем наши левые. Это совсем другое. А наши левые никак не находят себя за то, что ратуют левые в Европе, они ратуют наши левые как раз против того, что ратуют левые в Европе. То есть, ситуация совсем запутанная здесь. А когда мы говорим о умниках в политике, надо понимать, что это никакого отношения. Я давно заподозрил себя, что я как бы не политикой занимаюсь в Молдове. Потому что я не боюсь этого сказать, если даже за меня не голосуют, потому что я давно... Дело в том, что политик должен влиять на что-то. Он должен смочь влиять. А для этого ему нужны ресурсы. Во-первых, ресурсы не финансовые, а людские ресурсы. А когда у нас глупость, человеческая глупость является ресурсом, то у тебя как политика никакого шанса. Ты можешь умничать сколько ты хочешь. У тебя нет ни одного шанса. А я это, кстати, говорил про один персонаж правого толка Настаси. Я говорил, что этот человек использовал очень много времени, использовал как ресурс человеческую глупость. И он говорил в студиях, он по телевидению выходил и говорил не просто глупости, а глупости придуманные. То есть до банальности даже. Он говорит, моя программа это пирамида с острием веры. Вы видели что-то более банальное, чем это? Люди говорят, да, это вот такая программа политика. И вот глупость за глупость, и люди идут с этим. Какие у тебя шансы в этом случае? Когда у нас очень мало человеческих ресурсов, людей, которые сказали бы, все, мы являемся лидерами, мы ведем этих людей за собой, мы им будем говорить, и когда больше таких людей будут, мы будем говорить им правду, и пойдем, и будем сражаться с этими людьми, и скажем, люди, вы неправильно думаете, вы неправильно, куда мы хотим идти, когда где-то 40% примарей у нас не имеют никаких, никакого обучения. Куда уйдет эта местная власть, как туда подвести что-то, да, деньги, ресурсы, и так далее, и так далее. А если я скажу в предвыборной кампании, что нам не нужен второй уровень, вообще не нужен второй уровень администрации, местной администрации, что люди должны выбирать, что государство должна готовить людей в этот институт при президенте или местной администрации, должна готовить людей для этой работы в каждом в селе, не в каждом селе, но в селе Они должны построить дом, дать ресурсы на примаря. И сколько может какое-то село обеспечить себя, в смысле, другими селами и так далее. И избирают из списка этих людей, подготовленных к какому-то примаря. Дают ему дом там, дают ему зарплату. И выбираемый совет из села выбирает и идет и ищет этих самых лучших людей, чтобы он пришел в этом селе и приносил туда гранты, деньги, на что дают и так далее. И те села, которые не могут себя обеспечить, пусть вымирают. А как иначе? Мы живем в другом мире. А когда им говорят, нет, и журналисты с экранов телевизоров плачут. Прагу, Касси, Парентеж, Касса Парентяйская, Нусабинди и что-то в этом смысле. И этих людей дурят каждый день. Что каждое село имеет право на существование. И вы посмотрите по телевизору, какие репортажи идут, как эти села вымирают. И как нам это жалко. И как это все. А вымирают уже и большие села. И как пойти с этим мессенджем? Да тебя просто вилами оттуда выгонят из этого села. Потому что им политики говорят, что каждое село может выжить в этой ситуации. Что туда можно подвезти все и так далее. А когда эта идея этого Васюки появилась в президентуру Воронина, что надо подвезти газ во всех селах. А людям, а их ресурсы не хватает для того, чтобы этот газ использовать. Это куда мы идем? Даже на плитку. И сегодня они идут и говорят им дальше. Кто сегодня осмирится из политиков после всей этой политики столько лет? Кто осмирится сегодня пойти и сказать правду людям? И мы живем в этой лжи. И мы идем все дальше и дальше. И во лжи и так далее. Сегодня Майя Санда не говорит больше о никаких фильтрах. Потому что ей эти фильтры уже не нужны. Там могут в этом списке попасть кто угодно. И не будет борьбы против мафии. И не будет борьбы против олигархов. Потому что после распада режима Плохотнюка их не найдешь сейчас уже. Они вообще ни о чем не говорят. У них есть Майя и все. А почему господин Гроссу отличается от всех, кто там говорит? О чем он говорит? Не о чем. Но говорит. Вы знаете, он говорит подключение от советской власти, где говорили коммунисты лозунгами. Он говорит только лозунгами. Да. Вперед, товарищ Сталин. Вот так звучит. Не, ну извините, что я перефразировал. Но это так звучит. А когда я смотрю на их высказывания, что они все, как вы говорите, да, то я говорю, партия буржуев, что я много лет в бизнесе, и я не видел, чтобы столько было много денег. Сергей, я почему это говорю? Почему? Я скажу почему. Я второй раз вернулся к этому и скажу, почему я говорю. Потому что я говорю о наглости политиков, да. То есть, когда ты пытаешься взять много голосов и так далее, ты, этот политик, к нему приходят вот эти, то есть у нас же как политики говорят, они, к нему он вызывает к себе этих пиарщиков и говорит, что в моде, что надо говорить людям. Вот что надо говорить. Вот так происходит. Люди должны знать эту кухню, да. Происходит, говорит, что люди хотят сегодня, да. То есть, что пройдет, какая сладость пройдет, какая будет фишка в этой предвыборной кампании, да. Меню, меню. Да, меню, какую подавать, что скушают люди сегодня, да. Вот это. Приходят пиарщики, на это собираются ресурсы и так далее. И Маасанду, она почувствовала себя такой сильной сейчас, что ей фильтры уже не нужны. Она может по этим спискам поставить любого. Так, ее любят сегодня. У нее рейтинг такой большой, это действительно так. То есть, почему у нас это происходит? То есть, любой список пройдет так. Любой список. Потому что ее любят. Миллион людей голосовали. Хотя это неправда. Я поэтому и пытался, как политик, я говорю, для меня сегодня не важно участвовать в выборах. Для меня важно, чтобы я завтра не оказался в стране, в которой премьер-министр говорит базаром по фене. Для меня это важнее. И будем возвращаться к тому, что было сказано уже вами. Давайте все-таки вернемся к гражданскому конгрессу. Вы принципиально не хотите говорить о нем? Я не хочу говорить об этом. Я должен был спросить. А что вы хотите узнать о нем? Может быть, есть какой-то... Я вам сказал. Там есть политический лидер Мунтиану Юрий, по-моему. Это первый по списку. Он первый по списку, да? Так вот, он вышел и сказал, у нас народ очень умный. Я повторяю это, да? У нас народ очень умный. Он так хорошо может выбирать. И так далее. И посмотрим, как это умный народ проголосует. Потому что я не думаю, что у этой партии есть перспектива, скажем, набрать хотя бы 1%. Да ладно? Да ну, я не спорю, но я просто принципиально не спорю. Вы уже принципиально сказали, что не хотите об этом даже говорить. Да, да. А Валерий, а вы думаете, пройдут они в парламент? Ну, давай я не буду слишком строгим, хотя склонен согласиться с коллегой. Но не буду таким строгим. Скажу так. Давайте посмотрим и в хорошие соцопросы, и в плохие соцопросы. Где они попадают вообще? Они или лидеры? Пока я не видел. Ну, вот, примерно, ну, я не могу сказать, что это, как бы, такой очень прямо оптимальный критерий, эти соцопросы. Да, многие сейчас уже говорят, как обо всем у нас, что вот некоторые соцопросы не те, некоторые проплачены частью. Отчасти это верно. Отчасти это правда. Ну, да, но, Сергей, они не попадают ни в плохих, ни в хороших, понимаешь? Но всё-таки это научный инструмент, как-никак. Значит, если их кто-то продвигает, почему... Нет, ну, за них будут голосовать учёные. Да, учёные. Ну, сколько у нас учёные? Ну, считай, что у нас учёные, нет, ну, считай, что у нас учёные где-то 90%, то тогда, наверное, они станут... А что мне делать, как они считают? Сергей, я думал, что ты скажешь, что исходя из того, что у нас учёных нет... Не-не-не, у нас, как говорят они, у нас учёные все люди, то есть, все люди учёные и так далее. Ну, я не уверен, что они не уйдут с кампании и не попросят своих избирателей голосовать за Усатого, я не уверен. Что скверно, но я думаю, что это всё-таки не так, но так... Ну, было смешно, когда Усатый... Он был интересен людям таким базаром, да? А было интересно, было смешно, когда Марк писал ему какие-то записки, какие-то заумные фразы. Усатый забывал эти фразы. Ему говорили, ты должен выйти, ты же хочешь стать премьер-министром. Погодите, погодите, а при чём есть Марк? Я скажу сейчас. То есть, выходил Усатый и смотрел в камеру. Он же был интересным таким, как он был. Там скажет одно слово, я вам говорил, как он меня послал по телефону. Он мне звонил, он мне звонил, и я говорю, я даже удивился, что он элегантный, как политик этот Усатый. Потому что он позвонил мне и говорит, я слышал, что ты что-то там говорил про меня и так далее. У него, наверное, и публика была, и говорит, что что-то ты про меня говорил. Говорит, ты это неправильно делаешь. Я говорю, ну хорошо, хорошо, и что дальше? Он говорит, ну ладно, ты неплохой человек, говорит, я сейчас уезжаю в Москву, я вернусь, и нам надо встретиться и поговорить. Перетереть. Да, а я говорю, а может ты уйдёшь и не вернёшься больше? На что пауза, и он мне говорит, а не послать мне вас? И всё, вас, и вас. И сказал, куда, но обращался уважительно, вас. Он всегда говорил, по-румынски это звучало немножко по-другому. Маме, маме, иду мне в Акстеру. Вашей маме. Он уважительный. Я даже удивился, насколько он элегантен. То есть, Марк ему записывал какие-то фразы. Он эти фразы, наверное, учил. И выходил перед камерой, и что-то вытаскивал, так смотрел на эти фразы. Какие-то заумные. Ему надо толкать речи сейчас умные. А это на нём висит, как седло на корове. Он уже избавился от этой идеи, потому что он стал неинтересен этим. Я говорю, смешно. Очень смешно будет даже при выборной камере. Вы знаете, когда вы говорите смешно, то этот смех сквозь слёзы, так и выражается. Или заметь, что в основном всё их плачут. Сергей, я сейчас говорю в камеру, что я просто надеюсь, что есть люди, которые это услышат. И я не могу не надеяться, как политик, что мои сограждане услышат, в конце концов, и захотят просто, просто не захотят больше жить в этой лжи. Мы не в бедности живём. Мы живём только во лжи. И мы сами себе лжём каждый день. И нам кажется, что... Ведь когда они голосуют за Додона и Воронина, это для этих людей тоже ложь. Когда они голосуют за Майю Санду, они тоже во лжи живут. Потому что они надеются, что на этот раз этот политик их не обманет. Им не жалко этих людей. А что делать? Если они не хотят услышать правду. Если они не хотят... То есть вся проблема в том, что наши люди не хотят, боятся смотреть правде в глаза. А правда состоит в том, не в том, что говорят, что Майя Санду – человек Газдепа. Что кто-то думает про наш чернозём и хочет его украсть и так далее. Не нужен уже никому этот чернозём. Сельскохозяйство перешло везде уже в промышленную. Израиль. Я был в Израиле тогда, когда мы ездили в Тель-Авив. И люди не понимали нас. Когда министр сельскохозяйства рассказывал там, что у нас вот палку втыкаешь, и растёт дерево. И они смотрели, а я потом вышел и сказал Тодорогу, рассказывая им, что мы живём по продукции нашей сельскохозяйственной, сколько они производят. И это в пустыне, и они стали страной экспортирующей сельскохозяйственной продукции. Я говорю, скажи, я говорил этому министру Тодорогу тогда, говорю Тодорогу, скажи, что у нас лунная порода. Потому что то, что мы производим, это не то. То есть, понимаете, у них крадут чернозём, кто-то человек Госдепа, кто-то человек Путина и так далее. А про нас забыли просто. Когда говорили в 90-е годы, что мы, это парадигма, мы не с русскими, не с румынами, вот так и остались. Мы с Швейцария. Мы же это хотели. А Швейцария, это коммунизм. Наша цель Швейцария сейчас. Был коммунизм, а сейчас Швейцария. То есть, и когда я им говорю, что вот это, вот вы живёте другой жизнью, а не своей, как я могу это не сказать людям? Я знаю, что за меня они будут голосовать. Но я должен это сказать, как гражданин, как человек, который рос здесь, как человек, который переживаю за этих людей. Я должен сказать им, что вы живёте во лжи. Когда вы говорите такими словами во лжи, то я могу вас поправить чуть-чуть. Можно? Пожалуйста. Мы живём не один год во лжи. Мы привыкли. Мы этим обозначаем, я могу сказать, за народ. Мы себя обозначаем, как бы закрытым в раковине, чтобы не видеть того, что называется правды. Мы сами себе это рисуем. Ведь в основном-то и вы, и Валерий, каждый занимается своим делом. Валерий не уходит, допустим, пахать землю или собирать урожай в Италии. Вы тоже не уезжаете. Но обнажить правду, по-моему, в нашей стране невозможно. Именно в нашей стране. Потому что вот этот закрытый ракушкой человек, он не хочет осознавать, что это ложь. Потому что ему будет больно. Да. Просто больно. И насчёт сёл, где обещания идут. Вы знаете, у меня есть кусочек земли маленький, в верхней Болцате, 26 домов. Сделали распределительный по газу. Где-то в полутора километрах. Подошли и сказали. Хотите привезти газ, чтобы мы вам привели газ. Это стоит. Да, это стоит столько. Но самое смешное, знаете что? Что это потом пойдёт в газовую систему молодого газа, как их имуществ. Ну да, конечно. А не того села, которое есть. Понимаете, в чём дело? Вот на этом обман построен. И был он построен давно. Ну и в «Премьер Енерджи», или как она называлась, у Нью-Кфеноса, если вы построите сами кусок электрической сети, то есть нужно в Моголе, и люди... Солнечные батареи поставят, вентиляторы. Нет, если они купят эти столбы и провод, и всё, это перейдёт автоматически в имущество компании. Подождите, все же говорят, что энергосберегательная система, да? Давайте вот как в реальную жизнь возвратимся. Оказывается, обложено налогом. Даже если ты на своём доме поставил. Не продаёшь электроэнергию. Проблема в том, что даже западные инвесторы или компании, которые на своём рынке ведут себя правильно с потребителями, они здесь будут себя вести по-другому, потому что государства нет. Я не знаю, если вы замечали, а даже мобильные телефоны стали работать хуже. А почему им инвестировать? Почему им поменять эти антенны? Зачем? Если никто от них этого не просит. Если доходы идут, и государство этим не интересуется. А политики говорят о чём-то другом. А политики говорят вообще о другом. Вы знаете, сегодня я получил бумагу, это счёт оплаты недвижимости. Они убрали втихаря, да, эти 15%, если ты минус 15% от суммы. Если ты платишь вовремя. Если ты платишь вовремя. Убрали. И что навесили? Навесили пенни, значит, если ты до 31-го числа не заплатишь. И пеня будет очень серьёзной. И чем же тогда сёла у нас должны освещаться? Ведь я знаю, для них 100 лей в сёлах. Это деньги. Конечно. Деньги. Ладно. Я не расскажу сейчас вам. То есть скажу, но это опять же очень... Как у нас пишут законы. Вы просто уму непостижимо. Как у нас списывают откуда-то законы, которые невозможно выполнить. Сегодня вы просто не представляете себе, какой переполох сейчас в разных системах власти, которые приняли законы. И это то, что я говорил. Люди уже новые, нового поколения. То есть я не стану сейчас говорить о каком законе. Приняли закон, который просто списали с Европы этот закон. И он невозможно. Потому что они пишут так же, как... То есть они пишут за пределами ЕС. А мы находимся за пределами ЕС. А это писал человек в ЕС. И так далее. Другие абсолютно реальные отражения. Да, да. Вы знаете, мы вот говорили о политике и пришли в реальную ситуацию в Молдове. Просто в реальную ситуацию. Вы очень хорошо выразились. Потому что политика сейчас, она где-то там, а люди со своими проблемами живут. И когда политики сегодня приходят к ним и рассказывают про Нью-Васеки, они верят. Они верят. Ну, немногие знают, что такое Нью-Васеки. Понимаете, в чем дело. Не все читали. Но они все знают. Я читал комментарии к вам. Что вы обрусевшие такое сякое и десятое. Почему вы приходите на эти программы с русским языком. То же самое тебе писали. Ну, знаете, мы отвечаем за то, что мы пишем и говорим. А не за то, что о нас говорят. Не, ну, я объясняю, почему я прихожу на русские программы. Я пытаюсь русскоязычных моих сограждан убедить в том, что надо объединиться с Румынией. Я поэтому и прихожу. Так вы понаслали все Румыния. Наконец ты сказал то, что нужно было тебе сказать в этой программе. И я говорю о том, что у нас самый прямой путь – это не думать о Швейцарии. А думать о той стране, которая сегодня на шаг вперед идет. И эта страна рядом, Румыния, которая выходит из той же системы, как нашей. И имеет такие же проблемы, как и эта страна. Но она на шаг вперед. И надо согласовать свои шаги, чтобы идти хоть в какую-то сторону. И я это пытаюсь объяснить нашим людям, с которыми я говорю. И многие меня понимают. Я говорю по-русски об этом. И я стараюсь погасить этот националистический порыв некоторых унионистов. И я пытаюсь им объяснить, что вот румынская партия, которая называется «Аур» или «Золото» по-русски, да, которая является неадекватной для той страны. Она пришла сюда, и унионизм опять уйдет в какую-то враждебную ситуацию и так далее. А я пытаюсь сказать людям, что нам надо использовать шанс для этих людей. Потому что мы отстаем от мира. Мир идет такими шагами, и о нас забудут. И в Бухаресте уже забыли о нас. И в Бухаресте. Мало кто знает. А мы живем тем-то, что вот кто-то думает, у нас что-то украдет, чернозема до какого-то золота и так далее. Всегда кто-то вне. Есть внешний враг, который каждый день думает, как это прибрать к рукам. А нас обкрадывают наши. Что-то вообще меня удивили. Или зрители удивили. Да не надо. Балерий, что вы скажете в виде реплики? Ну, в виде реплики... Сказанному... Да, ну... А что сказать? Сергей знает, что я не разделяю, по всякому случае, тот унионизм, который меня лично пытают унионизмом. То есть, если я скажу, например, в этих обычных традиционных кругах, что я, например, не унионист, то меня могут, если разрешат, забить до смерти и скажут, что так и надо. Но в той ситуации, я иногда думаю, в той ситуации, в которой мы скатились, потому что к нам относятся как к какому-то племени. Даже афганцы сейчас лучше, и интересы мира к афганцам, хотя у них и есть племенная система, в принципе. Они лучше нас почему-то, потому что они за себя отвечают, у них есть какая-то хотя бы гордость, они ратуют за свою государство, у них есть свою государство. В конце концов, их никто еще не победил в этом мире. То, что я услышал сегодня от Серджио, немножко другое, чем унионизм, это что есть другой, в принципе, подход, наверное, нормальный, который можно обсуждать. То есть, не подход такой, что, ну, ребята, как обычно говорят молдаванам, которые хотят остаться молдаванами, они говорят, ну, ты, конечно, тупой, но мы тебе поможем как-то выйти из этого. Наверное, это не подход, подход немножко должен быть другим. И подход, наверное, мы можем считать себя самородками, и нужно дорожить тем, что здесь есть, но все-таки нужно думать о том, что человечество вообще, да, уже сделало выбор глобальный. То есть, мы будем жить в большой деревне, и эти границы почти что ничего скоро не будут значить. Ну, вот к этому нужно быть готовым. А мы... Извини, Валерий, понимаете, то есть, у нас же как спекулируют, да я патриот своего государства, а государство – это только инструмент. Нельзя, невозможно быть патриотом государства. Государство – это только инструмент. Если он на пользу этих людей, то его надо использовать. Это инструмент, если этот инструмент становится битой или оружием в руках политиков, от него надо избавиться. Я не говорю вообще о государстве. У меня программа – это вторая республика, я говорил об этом. Что первая республика, которую мы построили, ее построили коряво, неправильно и так далее. И мы должны построить другое государство. И то государство, если мы объединимся, потому что я рассказываю унионистам, я говорю, ребята, вы хотите объединиться с Румынией, но при этом уничтожить эти государства. Когда это государство – единственный инструмент, который может что-то сделать. Потому что румыны живут везде вокруг Румынии, а у них такого инструмента нет. А они хотят этот инструмент унионистам тоже. А у них объединение с Румынией – это 9 мая или 1 мая. Я им рассказываю, я пытаюсь им объяснить, что может случиться так, что все молдаване станут граждане Румынии. Все молдаване захотят объединиться и не объединяться. Потому что мы не живем на островке, где-то они говорят, что воля народа – это самое главное. А я скажу нет. Сегодня нынешнее государство – это не только воля народа. Воля народа всегда была самой главной в племенах. Потому что воля народа решала все. А мы сегодня живем в стране, где, конечно, воля народа, которые проявляются через выборы. Мы живем в правовом государстве, которое должна все правила. И мы живем в мире, в котором у нас есть свои обязательства, подписанные и так далее. Мы живем в открытом мире. И вот если не учесть всего этого, а мы не учитываем ничего. Нашим людям говорят, да мы все решим. На референдум мы решим объединение. Нет, не решим. Мы должны стать государством. И чтобы этот инструмент государственный был способен что-то сделать. То есть решить главные задачи. Вот я скажу то, что я предложил Моисам. Я говорю этим. Я говорю унионистам. Да вы надавите на нее, чтобы она заключила какое-то соглашение. Какое это соглашение может быть? Один из этих пунктов. Больше не расскажу. Один из соглашений. Наши железные дороги банкроты. И банкротировали их от начальника железных дорог до каждого машиниста, который крали эту солярку из этих... И до этого шалару, который принес сюда эти локомотивы... Ну ясно, ясно. Да, 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 все обанкротили. Я говорю, есть способ, есть сегодня возможность продать эти железные дороги Румынии. Железным дорогам Румынии. И поменять их артамент. Как это? Поменять. Мы можем стать страной, я не говорю сейчас о нем ваше кино. Шириной железнодорожной колеи. Шириной железнодорожной колеи. И стать страной с Украиной и так далее, который бургюры, который меняет эти, который становится большим вокзалом для чего-то. Для транзита. Для транзита. Это можно сделать. То есть, из экономической точки зрения, это самое выгодное. И правильно с Румынией, потому что Румыния первая европейская страна. Почему это не сделать? И это пойдет на благо всем. Просто нужно подходить к этому вопросу. Вот один пример. А есть много примеров. Давайте мы не будем делать пропаганду. Я не делаю пропаганду. Это ваши взгляды. Я знаю, вы не разделяете. Но почему? Я, например, вижу железнодорожный путь до Греции. Потому что я езжу туда на автомобиле, в порт перееда, например, чтобы добраться до Израиля. Значит, это еще одно. Если у нас Украина будет закрыта с портами и транснистре не даст. Я вижу это. Международное железнодорожное сообщение не до Софии. А дальше от Софии. Я пытаюсь всех убедить, что нам нужна вторая республика. Понятно, что если подход был бы экономическим, то и убрали бы границы, во-первых, экономические. И создали... Потому что понятно, что в этом рынке, нашим узком, выжить очень трудно. А потом искать и другие пути. Я не знаю, какие. Я повторяюсь. Я не унионист. Но это лишь слово, обозначение. Это лишь течение, которое я не знаю, когда оно началось и когда оно закончится. Это не важно. Потому что я не унионист. Но сесть за стол с любыми, пусть они называются, как хотят. Например, Сергей, я сел бы за стол и сказал бы, давай думать, как жить лучше. И таким подходом можно очень много решить. Через диалог. Да, через диалог. А если пойти от дискриминации от тех, которые шумят по телевизору, то мне просто... Я скажу так, Сергей, мне некомфортно с ними говорить. Нет, ну это диверсанты. Это диверсанты. Вы знаете, что такое некомфортно, я так думаю, в словах Валерия? Потому что он уже заранее знает, что будет сказано и как это будет проделано. То же самое в диалог с вами никто не сядет. Потому что достижения ваших целей, да, они разные. Но всегда ударятся об стену непонимания теми, кто идет в политику зарабатывать деньги. Вот как раз в этом и сущность вся. На сегодняшний день. Что я уверен, что люди, с которыми я говорю вот так, поймут меня лучше, чем эти националистические движения. Которые гадят везде. Которые живут по принципу... Ведь почему наши другие сограждане вот к этому явлению относятся так? Потому что они... Это религия, в которой ты не можешь... Ты не можешь туда попасть, потому что ты не румын. А как это так, когда Румыния сегодня... Я не знаю другой страны европейской, которая была бы настолько либеральна по отношению ко всем там разным... Я это говорю всегда. Да. То есть русские не имеют никакого шанса. И другие тоже примкнуть к этому, да. Потому что они говорят консенчень, да. То есть если не той крови, то у тебя нет ни одного шанса. Это же просто уму непостижимо в этом мире. Я говорю об объединении по принципам уважения к каждому человеку. Что всем будет лучше в большом рынке. Актерам, которые могут сказать свое слово. И у нас есть, что принести туда. Не как бедные родственники. А у нас есть, у молдаван есть, что приносить за общий стол туда. Так. Хорошая тема у нас. Сережа станет унионистом. Не знаю как ты. Я шутю. Нет, у меня там знаете в каком смысле? В том смысле, что вообще история человечества со своих истоков это есть история объединения народов. Или поглощения народов. Ну или поглощение. Есть и так. Но пример очень есть большой, вы знаете? Но все равно это история сотрудничества. Потому что сам человек, он выжил в этом мире биологическом. Потому что он сумел больше всех других видов животных. Потому что мы и есть часть своих животных. Доказать, что он умеет сотрудничать. То есть вместе, коллективно они умели выживать лучше, чем другие виды. Вы знаете... Жить, извините Сергей, жить сегодня этими фантомами, этими... Фантазиями. Привидениями. 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 Нет, привидениями. Жить привидениями Второй мировой войны, 30-х годов. Мир настолько изменился. Мир настолько изменился. Вы понимаете, что в свободном мире, о котором мы говорим... Я не сказал до конца про американский. Я люблю американское общество, как оно построено. Они не могут различить человека с кожей темного цвета и белого цвета. Они это уже не различают. Они не видят эту разницу. А мы видим разницу между молдаванами и румынами. Или между... Я не знаю, как это объяснить. А люди нас не поймут просто. Мы живем уже в другом мире. Люди живут другими ценностями. А у нас до сих пор это долбят везде и так далее. Так, вот здесь, давайте мы так, не будем обсуждать вот именно вашу тему. Но скажу. Ну, гражданство, мы не вернемся уже. Ну, если вы говорите, есть черное и белое. Без этого наша политика не существует. Порой кажется, что есть договоренности сторон вести себя так. Это я высказываю личное мнение. Нет, ну мы можем... Черное пока существует. Белое будет и черное. Это вся наша политика. Больше, больше ничем наши политики не могут нас убедить. В смысле уже народ. Понимаете, в чем дело? Давайте на этом закончим программу. Потому что объединение или не объединение, это время, это понимание, это желание. И напомню, что закон в Румынии, он в нацменьшинствах очень сильный и очень правильный. На западе с Секуэми, ну это венгры, и на юге с болгарами, то, что было приобретено Румынией по итогам Второй мировой войны. На этом я закончу программу, скажу гостям спасибо. Спасибо вам. Вам спасибо. Спасибо. А также нашим телезрителям счастья, любви и желания жить лучше. Спасибо.